Заседание Совета по курортам и туризму начинается с обсуждения итогов визита делегации Анапы в Ставропольский край. Рабочая поездка состоялась весной этого года. В рамках межмуниципального сотрудничества делегация курорта побывала в центральных больно-курортах России – Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Сентуках. Деловой обмен опытом – отличная возможность для развития больно-ологического потенциала Анапы. Человек, который сюда приезжает с 1 июня по 1 сентября, 95 людей из 100 приезжает не для того, чтобы в санаторий приехать. Они в первую очередь все-таки едут за пляжным отдыхом. Но они должны знать и полностью прочувствовать и пропускать через себя весь тот наш потенциал больно-ологический санаторно-курортный, который есть. И, соответственно, февраль-март-апрель или март-апрель-май, как и сентябрь-октябрь-ноябрь, вот те 6 месяцев, наши санатория должны быть, конечно, загружены на 100%. Вот эта история в том числе должна правильно продвигать нашу больную Анапу. Во время совещания планы по разработке и продвижению анапских лечебных минеральных вод и грязей озвучила директор эколого-гидрогеологического центра ЭГИДА Наталья Сагонова. Организация с большой историей призвана популяризировать больнеологическую составляющую муниципалитета. Я очень благодарен всем, кто на историческом этапе развития нашего курорта сохранил ЭГИДА в свое время. Самое важное, что она сохранена, что эти все ресурсы сегодня имеют прямое отношение к государственной собственности. Соответственно, государство в лице нашего муниципалитета может формировать, в том числе, политику в оздоровлении больнеологическом. Служить одним из эффективных инструментов продвижения больнеологического бренда будет туристический портал anapa.ru и мобильное приложение anapa360. Нам в городе нужно создать, не обновить, а создать, по сути, такую хорошую, подробную, современную и понятную для любого отдыхающего гостя нашего города туристическую навигационную систему, которая будет являться неотъемлемой частью нашего туристического городского портала и приложения. Это должно работать все в единой взаимосвязи. Полный функционал современного портала анапчане и гости курорта смогут ощутить уже в этом году. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.